Здравствуйте! На телеканале Интекс программа «Постфактум» мы расскажем вам о произошедших за неделю правонарушениях и преступлениях, чрезвычайных ситуациях и профилактических акциях. А теперь о происшествиях. 19 июля в 0 часов 48 минут в Центр оперативного управления Барановичского горроедела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре дома по улице Центральной в деревне Ятвесь. К месту происшествия были направлены 4 пожарных расчета. По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что происходит открытое горение кровли дома. Угрозы с соседним строением нет, пострадавших нет. Пожар был локализован в час 17, а спустя 10 минут ликвидирован полностью. В результате пожара в нем уничтожена кровля на всей площади, повреждено перекрытие, имущество, находящееся в доме. Причина пожара устанавливается. На базе пожарной аварийно-спасательной части номер 3 прошли ежегодные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений Барановичского горроедела по чрезвычайным ситуациям. В соревнованиях, посвященных Дню пожарной службы, приняли участие 4 пожарные аварийно-спасательные части и 6 постов. Участникам соревнований предстояло проявить свои силы в поднятии по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и в боевом развертывании. Эти соревнования стали хорошей и доброй традицией и неотъемлемой частью Дня пожарной службы. Профессионализм, отвага, честь, критерии жизни и работы этих людей. Ежедневно на боевое тежурство в Барановском горроеделе по чрезвычайным ситуациям заступает 70 пожарных спасателей на 22 единицах техники, готовых оперативно выехать в любую точку города и района для спасения жизни человека. По результатам соревнований среди пожарных аварийно-спасательных частей первое общекомандное место заняло патч номер 3, второе – часть номер 1, третье – часть номер 2. Среди пожарных аварийно-спасательных постов первое общекомандное место досталось посту номер 19, второе – номер 15 и третье – номер 17. Наиболее отличившиеся были удостоены почетных грамот. Команда-победительница – кубка. Вдобавок участники соревнований получили огромный заряд эмоций, отточили свое спортивное мастерство, которое неразрывно связано с их профессиональной деятельностью. 22 июля в 4 часа 42 минуты поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Западную в Барановичи. К месту происшествия были направлены 4 пожарных расчета. По прибытию к месту вызова дом был полностью охвачен огнем. Со слов соседей, в доме возможно нахождение человека. Дом жилой, деревянный, одноэтажный, двухквартирный. Хозяева проживают в другом месте. Пожар был ликвидирован в течение получаса с момента получения вызова. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткое замыкание электропроводки. Итогом совместного распития спиртных напитков может стать больничная койка. И дело тут не в качестве алкоголя, а в компании. 42-летняя жительница Ляховичского района приехала в гости в деревню Уласа. Хозяин дома вместе с гостей сели за стол. В итоге трапезы хозяин дома схватил нож и ударил им гостю в грудь. Несмотря на полученное ранение, женщина смогла выйти на улицу и попросить людей вызвать скорую помощь. Пострадавшая была доставлена в больницу. А подозреваемый в нанесении тяжкого телесного повреждения пенсионер задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Спустя два дня после данного происшествия в реанимацию городской больницы был доставлен 51-летний житель города с проникающим ножевым ранением живота. Ранение пострадавшему нанесла 46-летняя женщина в ходе ссоры, вспыхнувшей во время распития спиртных напитков. Подозреваемую задержали. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Как и жителю района, горожанке грозит до 8 лет лишения свободы. По итогам первого полугодия этого года на территории Барановичского района было зарегистрировано 88 краш имущества, что составляет 67% от всех преступлений по линии уголовного розыска. Из них было раскрыто 68%, то есть 77%. По сравнению с прошлым годом количество краш имущества уменьшилось, отметил в интервью начальник штаба РОВД Михаил Шляков. По статистике, 30% краж на территории Барановичского района – это кражи из дач и садовых домиков граждан. Данное деяние подпадает под статью 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусмотрющее такую ответственность, как лишение свободы до 4 лет. Проникновение в дачные домики совершается в основном через технические слабо укрепленные окна и двери. Предметом преступного посягательства чаще всего становятся промышленное оборудование, инструменты, продукты питания. В целях сохранности имущества Барановичский РОВД рекомендует установить решетки на окна дачного домика, укрепить входную дверь, установить два разнотипных замка, попросить постоянно проживающих на дачном участке соседей присмотреть за вашим дачным домиком и имуществом. Просим информировать РОВД о подозрительных лицах, появляющихся на территории садоводческих товариществ. Также, если вы располагаете информацию о лицах, совершающих кражи, места хранения похищенного, просим вас сообщить данную информацию по следующим телефонам. 102-41-12-11-48-49-10. Анонимность и вознаграждение гарантированы. Вы смотрите «Постфактум». Продолжаем выпуск. Все мы прекрасно помним старую добрую серию из мультфильма про Калсона и воров, которые проникали по крыше в дома людей. Годы прошли, а серия до сих пор не потеряла свою актуальность. В гараж 50-летнего жителя города злоумышленники пробрались через крышу. Проломив кровлю, воры унесли резиновую лодку, электромотор, рыболовные снасти и спасательный жилет. Общая стоимость похищенного составила 970 рублей. От мультфильма этот случай отличает то, что заниматься поимкой преступников теперь будет не Калсон, а правоохранительные органы. Барановским городским отделом внутренних дел устанавливается местонахождение без вести пропавшего Воронцова Александра Эдуардовича. 24 августа 1975 года рождения, проживающего по адресу город Барановичи, улица Гаевая, дом 23, квартира 29. Разыскиваемый шел из дома 10 ноября 2012 года. До настоящего времени о нем ничего не известно. Приметы мужчины на вид 35-40 лет, рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые, темно-русые, коротко стрижен, брови прямые, глаза серо-зеленые, нос выпухлый. В момент ухода из дома был одет серую куртку из баллоневой ткани с меховой подкладкой, черного цвета, синие джинсы, черные зимние полуботинки на меху. Просим граждан, которым что-либо известно о пропавшем, сообщить об этом в Барановичской ГОВД по телефону дежурной части 102. Найти забытую кем-то вещь и не сообщить правоохранительные органы? Такой поступок Уголовный кодекс трактует как присвоение заведомо чужого имущества. В последнее время число таких преступлений увеличилось. 70-летняя жительница Барановичей забыла в корзинке магазина мобильный телефон. Этой оплошностью воспользовался злоумышленник, который прихватил мобильник и скрылся. Просмотрев запись камеры видеонаблюдения, сотрудники милиции быстро вычислили вора. Выяснилось, что поживиться за чужой счет решил 22-летний житель Барановичей. Злоумышленник еще не успел продать мобильник, так что его вернули владелицы. А вот 31-летнему жителю города повезло значительно меньше. Две недели назад мужчина забыл в банкомате по улице Парковой свою банковскую карточку. Неустановленный человек, нашедший ее, не давал о себе знать все это время. И вот в субботу воспользовался находкой в одном из центров замены автомобильного масла. Он оплатил ею свои покупки стоимостью 50 рублей. Личность злоумышленника устанавливается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АМИ-мебель. Стол-журнальный трансформер всего за 149 рублей. Шикарное застолье для восьми человек. Лучшая цена за три года. АМИ-мебель. Саправднага господара, бач нас далек. День и ночь юн працуе, каб мы отрымали великую асалоду. Каб на нашым столе не хапала месяца. И кали пришел до нас гость, мы сустракали его лепшим, что маем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбери свой кредит на любые цели. С Идея-банком нет ничего проще, быстрее и комфортнее. Решим финансовые вопросы и исполним ваши мечты в отделении Идея-банк города Барановичи. Площадь Ленина 1. Инструмент под маркой Штиль. Эталон качества. В магазине Бел Инструмент Торг. Широкий выбор бензопил, бензорезов, воздуходувок, триммеров, а также моек и очистительных устройств. Магазин Бел Инструмент Торг. Улица Вельчковского, 3А. Инструмент Штиль. Ваш рабочий стиль. Широкий выбор фирменных велосипедов, аксессуаров, самокатов, скейтов и многих других товаров для активного отдыха в магазине Старт, улица Баранова, 34. И в павильоне номер 133Р на рынке по улице Чернышевского. А еще прокат и ремонт велосипедов в магазине Старт. Хочешь быть первым на финише? Начни со старта! В магазине Южанка огромный ассортимент продовольственных товаров по доступным ценам, а также собственное производство вкусных, полезных хлебобулочных изделий и высококачественных мясных полуфабрикатов. Действуют акции, скидки. Приходите, выбирайте, покупайте. Магазин Южанка, улица Притыцкого, 83. Какое изобилие! Смотри! Парикмахерская Креатив предлагает стрижки любой сложности, праздничные прически, химические и биозавитки, инновационные процедуры по восстановлению, укреплению, окрашиванию волос, коррекцию бровей, японский маникюр, педикюр и профессиональное обслуживание. Улица Комсомольская, 21. Телефон 610108. Вечером 26 июля в Ганцевичах сотрудники Барановичской госавтоинспекции попытались остановить автомобиль марки БМВ возле железнодорожного переезда на улице Чайковского. Однако водитель проигнорировал требования остановки и попытался скрыться. Сотрудники ГАИ, преследуя автомобиль, несколько раз требовали остановиться по громкоговорителю. Стреляли в воздух. Водитель БМВ, в машине которого находились еще и два пассажира, пытался скрыться на большой скорости, подвергая опасности прохожих. Догнать беглеца удалось только возле деревни Ельна. По факту случившегося проводится проверка. Количество автомобилей в нашем городе с каждым годом становится все больше. А это требует от водителей предельной внимательности и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, особенно в части соблюдения безопасной дистанции движения. Как видно на видео, присланном к нам в редакцию нашим зрителям, на прошлой неделе из-за такой ошибки на улице Тельмана цепочкой столкнулись три автомобиля. И что примечательно, все они одной марки «Фольксваген». Еще одно ДТП произошло с участием двух «Фольксвагенов». 26 июля в 17.50 водитель автомобиля «Фольксваген-джета», поворачивая со стороны улицы Фабричной в сторону улицы Промышленной, не пропустил «Фольксваген-Пассад», который двигался во встречном направлении прямо и допустил столкновение. В результате ДТП машины получили серьезные технические повреждения, а водитель «Фольксваген-Пассад» был доставлен в городскую больницу. После оказания ему первой медицинской помощи он был отпущен домой. По факту ДТП проводится проверка. Уважаемые водители, помните, соблюдение правил дорожного движения и внимательность за рулем является гарантом вашей безопасности. Команда «Посфактум» предлагает нашим зрителям стать режиссерами программы. Если вы стали очевидцами происшествия, вы можете прислать в редакцию программы свои видеоролики либо фотоснимки снятого происшествия с кратким описанием случившегося. Материал можно отправить на почтовый адрес, который вы видите на экране, либо размещать в социальной группе ВКонтакте телекомпании «Интекс Барановичи». Это все, что мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя.